Бытие, глава тринадцатая. До места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова, и Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, если ты направо, то я налево. Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она, прежде нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до си гора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, и двинулся Лот к востоку, и отделились они друг от друга. Авраам стал жить на земле Хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были злы и очень грешны перед Господом. И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной, если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле этой в долготу и в ширину ее, ибо я тебе дам ее. И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у Дубравы Мамре, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу. Продолжение следует...